Каким образом совершается омовение? У человека должно быть намерение в сердце. Сказать бисмилляд. Затем помыть свои кисти. Это является желательным. Исключением является, если ты проснулся, поспав ночью. Тогда ты обязан помыть свои руки. Трижды. До того, как ты начнешь, засунешь свои руки в посуду. Затем наливаешь немножко водички в правую кисть. Набираешь в рот воду. И вдыхаешь воду носом. Полоскаешь рот. Выплевываешь эту воду. И высмаркиваешь воду. Используя левую руку. Потом моешь лицо. Границы лица, начиная с того места, где у всех людей начинают расти волосы. До нижней части подбородка. И от начала уха, дно другого уха. И при этом вытираешь свою бороду. Потом после этого моешь свою правую руку. Начиная с кончиков пальцев. И таким образом, чтобы твой локоть тоже был омыт. Недостаточно того, чтобы мы помыли кисти в начале омоления. Потому что то являлось нежелательным. А здесь это является обязательным. Не надо свою верхнюю часть руки мыть. Начинает с правой руки. Потом моет левую руку. Все органы можно мыть один, два или три раза. Только голову протираешь один раз. Потом вытираешь голову и не бойся. Начинаешь с передней части головы. До затылка. Потом возвращаешься обратно. Потом два указательных пальца. Вводишь внутрь ушей. И потом вытираешь точно так же большим пальцем заднюю часть ушей. Затем моешь правую ногу. Сунна является между пальцами промывать места между пальцами беденцем. Моешь ноги включительно щиколотки. Не надо мыть голени. И не надо протирать или мыть шею. Сначала правую ногу моешь, потом левую. Когда человек заканчивает совершение крови. Он говорит тот вид поминания, который пришел от пророка. Не надо заниматься излишеством, расточительством при использовании воды. После того, как следует умовение, если хочет вытереть свои руки или органы, никакой проблемы в этом нет.